Здравствуйте! В эфире Вестник Северодвинска. Итоги недели в студии Сергей Курбан. Смотрите сегодня в выпуске. От глаз до кончиков пальцев в Северодвинске начали проводить пластические операции. Лечить пенсионеров не будут. Федеральный центр урезал финансирование заводской больницы. Не пройти, не проехать. Вопрос автостоянки на площади Просянкина решен. Исправить недостатки и улучшить себя. Впервые в Северодвинске стали практиковать пластическую хирургию. Раньше подобные операции делали только в областном центре. Из операционной Ксения Кабанова. Эта операция длится уже более двух часов. Опытные врачи выполняют коррекцию молочных желез. Впервые в городе на базе платного отделения второй городской больницы выполняют пластические операции. Теперь убрать недостатки и улучшить себя стало проще. Здесь существует более 130 видов оперативного лечения по пластической хирургии. Выполняются операции на разные части тела. От глаз до интимных зон. На сегодняшний день у нас проведено уже несколько операций. Были операции по пластике передней брюшной стенки. Очень большая операция, очень сложная, очень объемная, многочасовая. Также выполнена операция по коррекции молочных желез. Пока все хорошо, работаем. Пациенты довольны. Мы тоже. Поэтому будем двигаться дальше. Ранее пластические операции проводились только в Архангельске. Однако 70% пациентов – северодвинцы. Теперь им будет удобнее. Как говорится, дома и стены помогают. Стоимость услуг варьируется от 10 до 200 тысяч рублей. Зависит от области оперирования. И благодаря тому, что наше отделение, наше учреждение является бюджетным, цены значительно ниже, чем в коммерческих клиниках. А безопасности и гарантий больше. Уже в первые дни на консультации к хирургам пришли десятки северодвинцев. 12 из них уже записались на операции. Средний возраст от 30 до 60 лет. План пластических операций составлен до мая. Услуги оказываются лицам старше 18 лет. Всех желающих усовершенствовать себя ждут в отделении платных услуг на первичную консультацию. В преддверии такого замечательного праздника, женского праздника, хотелось бы от лица всей нашей больницы поздравить наших северодвинок и пожелать им крепкого здоровья, красоты и любви. С праздником, дорогие женщины! Ксения Каббанова, Родион Саханько, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Нефтебазу захватили террористы. К счастью, это лишь сценарий учений. Внимание правоохранительных органов и всех экстренных служб Северодвинска и Архангельска накануне было приковано к нефтебазе на Ягринском шоссе. Злоумышленники угрожают расстрелом заложников и подрывом терминала, что приведет к техногенной катастрофе. В работу сразу же включается оперативный штаб. Здесь отрабатываются возможные варианты разрешения сложившейся кризисной ситуации и проверяется умение находить нестандартные решения. После отказа террористов сдаться руководством оперативного штаба принято решение о проведении силовой операции. В результате штурма бандгруппу нейтрализовали. Освобождение заложников в Северодвинске – это лишь часть масштабных учений по Архангельской области. Они стартовали еще 29 февраля. Операция проводилась в несколько этапов. Один из них – поиск и нейтрализация условных диверсионно-террористических групп. В целом, работе сотрудников спецслужб дана положительная оценка. Сконцентрировать работу на обслуживании только работающих сотрудников градообразующих предприятий. Такую задачу сегодня ставит перед ЦМСЧ-58 Федеральное медико-биологическое агентство. Финансирование и обслуживание пенсионеров и ветеранов сокращено до минимума. Сотни бывших сотрудников оборонных предприятий Северодвинска сегодня проходят стационарное лечение в заводской больнице. Однако в этом году ЦМСЧ-58 не получила необходимого финансирования на обслуживание пенсионеров и ветеранов. Федеральное медико-биологическое агентство выпустило приказ о необходимости сконцентрировать работу на обслуживании лишь тех, кто еще работает на предприятиях. Однако сокращение финансирования людям пожилого возраста кажется дурной насмешкой. Люди отработали по 30, с лишним по 40 лет. А почему где-то они должны? Здесь считается, что более квалифицированная помощь осуществляется в медицине части 58, чем в городских больницах. Есть люди, отработали солидный стаж, пришли и ушли на пенсию. Так почему их сейчас подоприк? Как ненужный мусор? Сколько их таких стариков-то теперь у нас? Муж Валентины Ивановны сейчас проходит лечение в ЦМСЧ. 35 лет он отработал на Севмаше. Мужчину положили на операцию, а вот на профилактическое лечение в заводскую лечь уже не удастся. В ЦМСЧ уточняют, помощь оказываться все же будет, но лишь за счет фонда обязательного медицинского страхования. Есть и другие случаи, когда отказать в стационарном лечении медики не смогут. Это может быть пациент и с острым заболеванием каким-то, и с обострением хронического заболевания, но здесь главное условие – это необходимость пребывания к круглосуточной койке, необходимость его круглосуточного наблюдения. Вот это главные категоричные условия, и решать это будет врач. Во всех остальных случаях любой пациент может получить медицинскую помощь и в рамках амбулаторно-поликлинической помощи, а также на койке дневного стационара. Только за прошлый год в заводской больнице пролечили более пяти тысяч неработающих пенсионеров. В этом году с таким объемом финансирования помочь удастся лишь четырем тысячам. Сейчас медики возлагают надежды на Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Возможно, в этом году ЦМСЧ получит дополнительные средства на обслуживание пенсионеров и ветеранов. Сергей Курбан, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Площадь Просянкина на острове Ягры уже давно стала притчей во языцах. Городская власть и руководители НТЦ «Звездочка» борются за то, чтобы место массового скопления людей перестало быть автостоянкой. Когда и как будет решена эта проблема – в следующем видеоматериале. Перед научно-техническим центром «Звездочка» яблоку негде упасть. Место для творческих игр и хороводов полностью занято машинами. Главная площадь острова Ягры, по сути, превратилась в большую автостоянку. Это создает препятствия для уборки территории от снега, лишает площадь эстетической красоты, а главное – представляет опасность для северодвинцев. Люди идут в концерт, с концерта. Иногда… Ну, вообще нельзя. А какой опасность представляет собой вот такое накровождение машины, на ваш взгляд? Не знаю, может быть, взорвать кто-то может. Пожар. 150-й проехать не может. Я тоже в Архангельск езжу. Он просто там останавливается, и все, ему не уехать. Ее, если очистить, она уже будет ровной, уже будет создаваться впечатление чистоты и порядка. А летом то же самое, а летом как? Когда здесь гуляют дети, здесь же кружков очень много. Так что я думаю, что меня поддержат жители нашего города, что здесь парковка не нужна. Поддерживает ягринцев и власть. В рамках выездного совещания мэр Северодвинска Михаил Гмырин вместе с депутатами городского совета, руководством Центра «Звездочка» и представителями ГИБДД принял решение огородить место нынешней парковки забором и поставить знак, запрещающий проезд транспорта. Когда мы будем ставить ограждение? Здесь? Да. Ну, сейчас сориентируюсь, скажу. Весной, да? Да. Какой месяц? Это надо поставить, если это ставить. Давайте начнем с мая, чтобы гарантируем. В мая, да? Ну, давайте в мае поставим. Тогда окончательно документы оформляйте. Значит, в мае тогда будем ставить и знаки здесь тоже ставить. Я понял так, что все за. Руководство МТЦ за, руководство предприятия за, депутаты за, общественность тоже. И ГИБДД поддерживает. К весне на площади будет сделана перепланировка. Она позволит избежать скопления машин. Памятный знак легендарному директору предприятия тоже оградят. Памятник нужно обязательно оградить. Во-первых, это памятник. А во-вторых, это опасно. И родители разрешают детям кататься. К лету площадь Просянкина полностью изменит свой облик. Кроме леерных ограждений здесь появятся клумбы с цветами. А водители будут парковаться на автостоянках у предприятия, обустройство которых возьмет на себя центр судоремонта «Звездочка». Мария Воробьева, Семенцы Мигулин. Вестник Северодвинска. 270 килограммов свежих огурцов. Первый урожай агрокомбината «Тепличное». Овощи уже поступили в ферменные магазины предприятия. А тем временем в теплицах продолжают наливаться соком еще около тонны зеленых собратьев. Подробнее Мария Воробьева. Огуречного первенца на предприятии ждали к 1 марта. Сеяли семена полюбившегося северодвинцам сорта огурцов «Эстафета» два месяца назад. Сейчас на территории почти в полтора гектара земли урожай собирают ежедневно. На сегодняшний день теплицы наплодоносили 270 килограммов огурцов. Кстати, в этом году ряды зеленых собратьев пополнил новый сорт «Магнит». Он уже у нас прошел испытание, два года проходил. Нам понравился урожайный. По вкусу он напоминает «Эстафету». И вот в этом году целая теплица занята «Магнитом». Всего на предприятии огурцы взращивают в 11 теплицах. Каждый овощ требует к себе повышенного внимания со стороны агронома, определенной доли кокосовых субстрактов и благоприятных внешних условий. Солнечный свет как главный фактор влияет на рост огурца. В этом году погода немного пасмурная. Но мы видим по огурцу, по его наливу, что мы получим хороший урожай. К концу марта овощеводы предполагают собрать 47 тонн огурцов. А в течение всего сезона, как и в прошлом году, 620. Сейчас цена одного килограмма 259 рублей. Уже вчера эти сочные хрустящие огурчики отечественного сорта «Эстафета» дали свой старт по прилавкам магазинов. А к 8 марта ожидается собрать более тонны этих удивительных даров природы. Мария Воробьева, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Этой весной в эфире телеканала ГТРК стартует новый проект – «Утреннее шоу». Лучшее название придумываете вы, наши зрители. Победитель получит приз и станет первым гостем нашего утра. Свои варианты оставляйте в комментариях в группе ВКонтакте. 8 марта погода в регионе станет по-настоящему весенней. В начале месяца установились слабые и умеренные морозы. Но в международный женский день ожидается прохождение теплого атмосферного фронта. Температура воздуха уйдет в плюс. В юго-западных районах достигнет плюс пяти. Ну а погода на завтра расскажет Ирада. Завтра небо над Северодвинском не порадует солнцем. Здравствуйте. О погоде на воскресенье смотрите в небесной канцелярии сразу после коротких анонсов. Смотрите далее в выпуске. О фильмах и премии «Оскар». Режиссер Владимир Меньшов открыл год кино в Северодвинске. Угрожали сдать ребенка на органы. На опасных коллекторов в Архангельске завели уголовные дела. Создают мини-копии северных костюмов для северодвинцев. И гостей города открыта выставка «Кукол». О метео- и астропрогнозах расскажет вам небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор УАО «Северодвинск молоко». Милые северянки, от всей души поздравляю вас с праздником весны, 8 марта. Будьте всегда красивы, желанны и любимы. Ваш Михаил Полицеймак. Желаем вам счастья. В воскресенье 6 марта, по данным гидрометцентра, в Северодвинске днем ожидается 3 градуса ниже 0. Ночью столбик термометра опустится до отметки минус 6, переменная облачность и небольшие осадки. Ветер юго-восточный слабый до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится и к вечеру составит 766 миллиметров ртутного столба. Первая половина дня воскресного дня будет непредсказуемой. Как говорят астрологи, одолевать будут различные сомнения, но оптимистичный настрой поможет с легкостью справиться с ними и даже испытать массу приятных моментов. После обеда день станет ровным, стоит лишь проявить аккуратность, пунктуальность и организованность. А у нашего спонсора ОАО «Северодвинск молоков» всегда свежая продукция в магазинах города. А я с вами прощаюсь. Прекрасного дня. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Престиж Дент. Рад видеть своих маленьких пациентов в новой современной детской стоматологии. Все виды стоматологических услуг в одном месте. Терапия, ортопедия, хирургия, ортодонтия, рентген, томография и телерентгенография. Вашим деткам у нас понравится Престиж Дент. Октябрьская 3. Будь яркой с торговым домом «Калаш». Новое весеннее поступление тканей, буйство красок, палитра фактур. Особенные сочетания. Стань первой. Количество ограничено. Торговый дом «Калаш». Теперь и на Ленина 4. Стильные дамы одеваются здесь. Девятого и десятого марта во Дворце молодежи. Большая распродажа. Тюль, органза, портьерная ткань. Вуаль от 100 рублей за метр. Одеяло, покрывало, пледы по очень низким ценам. В фирменном отделе «Штайнберг» финальная распродажа. Скидки 50% на верхнюю одежду и трикотаж. Самый выгодный шопинг со скидкой 50%. Приходите, удивляйтесь, одевайтесь, спешите. Фирменный отдел «Штайнберг». ЦУМ. Первый этаж. Вы смотрите «Вестник. Северодвинской итоги недели». И мы продолжаем. Рассказал о подборе актеров на фильм «Москва слезам не верит» и о цензуре в картине «Любовь и голуби». В «Северодвинске год» кино открыл режиссер Владимир Меньшов. Этот знаменитый эпизод узнает даже ребенок. Фразы из киноленты стали крылатыми, а актеры – любимыми. Однако из алкоголя в кадре во время съемок возник конфликт. А режиссера картины Владимира Меньшова даже на несколько месяцев отстранили от работы. На творческой встрече с северодвинцами он вспоминает об этом с улыбкой. Но о цензуре в советское время помнит. Антиалкогольная кампания в стране могла изменить даже смысл картины. Ну не пил, не пил я. Хотя повод есть. День взятия бастилии. Пустую прошел. Опасных моментов немало. Есть какие-то даже легкие матерок, но легкие совсем, которые я позволял себе. Какие-то ситуации достаточно. Но это все вопрос вкуса. Правда, я не избежал. Первая рецензия заканчивалась словами «образец пошлости и дурного вкуса». Владимир Валентинович родился в Баку. Командировка отца забросила в 1947 году семью Меньшовых в Архангельск. Здесь они прожили три года. Режиссер вспоминает. Здесь впервые встал на коньки, сыграл в лапту и научился взахлеб смотреть кино. Первую главную роль Владимир Меньшов получил в 1972 году в фильме «Человек на своем месте». А первый режиссерский опыт уже через четыре года. В киноленте «Розыгрыш» в этом году 40 лет. Однако всеми любимым фильмом остается «Москва слезам не верит». Актеров Меньшов подбирал тщательно. Несколько ролей утвердили в процессе съемок. «Любовь и голуби» – очень простой фильм, веселый и смешной, можно сказать. А «Москва слезам не верит» – это про любовь, про жизнь. Тоже очень… Нет, невозможно отрываться от экрана. Мои впечатления очень яркие, неожиданно. Приехал я по телевизору, увидела чисто, случайно. И вот сходила за билетами, получила огромное удовольствие. Просто от общения столько много получила. Ну, новой информации. В 1981 году «Москва слезам не верит» была удостоена «Оскара» как лучший иностранный фильм. За первый год проката ленту посмотрели 90 миллионов зрителей. Владимир Меньшов уверен, эту картину будут смотреть еще долго. Даже если посмотрели сто раз, посмотрят и сто первые. А вручение премии «Оскар» считает лишь рекламой, которая настоящим фильмам не нужна. Владимир Меньшов – заслуженный деятель искусств и народный артист России. Одна из последних его наград – «Золотой орел» в номинации за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Легенды номер 17». Сегодня у Меньшова была главная роль – долгожданный гость Северодвинска. Ведь, несмотря на будний день и раннее время, кинотеатр собрал полный зал. А Северодвинки ждут 8 марта, чтобы снова насладиться любимой кинокартиной. Как говорит Меньшов, чаще всего фильм «Москва слезам не верит» показывают именно в женский день. Ксения Кабынова, Родион Саханько, «Вестник Северодвинска». Этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо. Оглашен приговор бывшему санитару Архангельской клинической психиатрической больницы. Напомним, летом прошлого года мужчина избил пациента. От полученных травм он скончался. Сот приговорил санитара к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. О происшествиях за неделю в рубрике «Протокол». Очередного продавца смертоносными веществами задержали наркополицейские. 27-летний Архангел Огородец продавал синтетические наркотики с помощью закладок. Покупатели забирали запрещенные товары с тайников после внесения денег на электронные кошельки. На днях наркопреступник запланировал очередной сбыт наркотиков. При закладке партии курительных смесей был задержан сотрудниками регионального управления. Несмотря на то, что закладки он делал, соблюдая меры конспирации. Наркотики были найдены и изъяты не только в тайнике, но и в квартире задержанного, где он проживал с женой и ребенком. Курительные смеси мужчина хранил в кухонном шкафчике рядом с детским питанием. В итоге был прикрыт очередной интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. В настоящее время в отношении Архангела Огородца возбуждено уголовное дело. За покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере ему грозит до 15 лет лишения свободы. На улице Седова девушка оказалась под колесами иномарки. К счастью, водитель успел среагировать и увел автомобиль от перебегавшего на красный пешехода. Но удар все же избежать не удалось. Я сейчас в какой-то ситуации выходила, вот это, вот так вот шла, вот так получилось. Не заметили автомобиль? Ну я вообще думала, я пробегу, по-быстрому как-то получилось. По-быстрому не получилось. Просто на работу-то родила. В итоге девушка отделалась лишь испугом и несколькими ссадинами. А вот Тойоту хозяину пришлось снимать с придорожного сугроба. А вот так в Архангельске горела шашлычная. Спасти здание пожарным не удалось. Строение выгорело дотла. Возгорание произошло ночью. В этот момент кафе уже не работало и посетителей внутри не было. Один из пятигазовых баллонов от высокой температуры сдетонировал. Видео в сеть выложили очевидцы, которым удалось заснять именно момент взрыва. Поменять дверной замок пришлось этой девушке после очередного визита коллекции. Она взяла кредит в одну из фирм Архангельска, так называемый микрозайм. После просрочки по выплате ей стали угрожать расправы работники организации. Они ко мне стали приезжать, выламывая двери. Ребенок у меня с порогом сердца. Напугали ребенка, которого я два часа не могла успокоить, который теперь все боится. Выламывали двери, писали смс, что ребенка на органы пустят. Меня в лесу привяжут к дереву, что я буду нищая ходить, побираться. В другом случае мерзавцы расстреляли окна заемщицы из пневматики. Я с той стороны стояла, держала дверь, меня трясло. Потом соседи меня откапывали кроволом. Мне плохо стало. И ребенок, и дети проснулись, они испугались. Это просто ненормальные люди. Они пьяные были еще. Архангельские полицейские возбудили семь уголовных дел по статье самоуправства. Подозреваемых четверо – все работники микрозайма. У сотрудников органов внутренних дел есть основания полагать, что задержанные действия в составе организованной группы совершали противоправные действия в отношении жителей Архангельска и Северодвинска. Как следует из показаний потерпевших и свидетелей, жертвами злоумышленников становились люди, имевшие просрочки по полтежам в счет погашения кредитов. Все, кто пострадал от действий подозреваемых, просят звонить по номерам, указанным на экране. Авторские куклы из Череповца, Вельска, Котласа, Мизени и Архангельска собрались на одной выставке. В городском музее представлено около 400 игровых и обрядовых кукол. Познакомиться с работами мастеров можно до 15 апреля. От мала до велика и из разных материалов. Более 400 авторских игровых и обрядовых кукол изготовили мастера Архангельской и Вологодской областей. Выставка «Кукольная вечерка» будет радовать северодвинцев до середины апреля. Модели непривередливы и демонстрируют северные наряды с радостью. Хотя эмоции на лицах видны не у каждой. Большинство кукол без лиц. На Руси верили, в игрушку с лицом может вселиться и злая душа. А так ребенок может представлять куклу в разном настроении. Анна Торохова занимается куклами уже более 20 лет. Самая любимая и одна из первых – вот эта девушка в плюшевой одежде. Как говорит мастерица, очень похожа на ее маму. Под руководством Анны ее мастерская оформила центральную экспозицию костюмированные куклы. В костюмах Архангельской области здесь представлено 26 кукол. Из них 7 моих, остальные куклы участниц нашей мастерской. Чем ценна вот эта коллекция, и мы над ней долго работали, потому что все куколки одеты в костюмы, которые дошли до наших времен, то есть оригиналы этих костюмов. Среди участников выставки – мастера народных художественных промыслов, трое из которых носят звание «Народный мастер России». Всего над выставкой работали 27 мастеров. Все куклы сшиты вручную, и даже материал тот самый, из которого мастерили наряды в 19 и 20 веке. Хотя иногда используют и современную ткань. Наталья приехала посмотреть на экспозицию из Новодвинска. Сама занимается таким творчеством и хотела увидеть работы коллег. Ее любимые материалы для работы – текстиль, мочало, дерево. Выставка мне нравится во всех отношениях, и как организованы, и сами экспонаты, и потому что их здесь много, здесь разные авторы представлены. Выставка замечательная. Хотела бы, чтобы она была еще где-то, не только здесь, чтобы можно было ее еще раз посмотреть поближе к нам, в Архангельске, например. В рамках выставки запланирован семинарий, многочисленные мастер-классы для взрослых и детей. Будут проводиться экскурсии. Подробная информация в городском краеведческом музее. Ксения Кабанова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Работай не на деньги, а на имя. Деньги придут сами. Телефон рекламной службы 598-900. Впервые в истории Поморья прошли чемпионаты первенства Северо-Запада по спортивной гимнастике среди мужчин. Вдвойне приятно, что такие статусные соревнования состоялись в городе Корабелов, и гимнасты Архангельской области выиграли командный зачет. Три дня в специализированном зале Северодвинской ДЮСШ-1 шла борьба чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по спортивной гимнастике среди мужчин. Наш регион впервые принял столь значимые соревнования. 38 ведущих гимнастов разыграли награды в командных зачетах, а также в многоборье и на отдельных снарядах. Конечно, очень рад, что мы смогли эти соревнования провести в Северодвинске. Мы потратили немало усилий для этого, чтобы такие рейтинговые соревнования, это впервые вообще в истории спортивной гимнастики, такие соревнования проходят в Архангельской области, в частности в таком прекрасном городе Северодвинске, стратегическом городе для нашей страны. Стратегическим стало и выступление команды Архангельской области. Именно наши гимнасты завоевали золото чемпионата. Обойдя сильные сборные Вологодской области и Республики Карелия. А выступление нашей юношеской команды подняло их на третью строчку первенства. В личных соревнованиях многоборья мы также были вправе надеяться на медали. В чемпионате нашему самому мастеровитому гимнасту Дмитрию Тарасенко родные стены, увы, не помогли. Первое место у Филиппа Углазова, второе у Савелия Колесова, оба из Вологодской области и третьим стал Тарасенко. Зал очень хороший на самом деле, снаряды хорошие. Я, если честно, думал, будет хуже, но понравилось. Легко выиграли многоборья? Ну, легко, наверное, никогда не бывает. То есть, нелегко вообще. Где-то были какие-то огрехи, надо где-то еще поправить, как себя корите за что-то? Есть над чем работать, то есть мог лучше, но никто не застрахован от ошибок. Буду работать. В первенстве среди юношей по программе мастеров спорта наши гимнасты остались вне пьедестала почета. А вот среди кандидатов мастера Северодвинец Иван Киров уступил золото лишь гимнасту из Карелии Виктору Калюжному. В целом я доволен своими выступлениями. Были очень большие помарки. К сожалению, плохо начали соревнования, и поэтому не смог в конце добрать. Но в целом я пошел без падений, стабильно. То есть, сделал почти все, что мог. Как сегодня для тебя складываются отдельные виды? Начало не особо успешное, но вроде пока что с пьедестала я еще не слезал. До конца чемпионата Дмитрий так и не слез с пьедестала. На счету нашего гимнаста золотая медаль опорных прыжков, два серебра на коне и брусьях и три бронзы в вольных упражнениях, выступлениях на кольцах и перекладине. Соревнования пришли на достаточно высоком уровне. По итогам этих соревнований мы сформировали сборную команду Северо-Западного федерального округа для участия в чемпионате и первенстве России. Также в отдельных видах многоборья первенства ЗСФО среди наших гимнастов отличились Иван Киров и Александр Лохов. На счету Саши серебряная медаль Иван добавил в копилку два серебра и одну бронзу. Константин Мухин, Родиман Саханько, Вестник, Северодинска. Это были главные события уходящей недели. Какой будет следующее, узнаем в среду, 9 марта. Представительниц прекрасного пола мы поздравляем с наступающим праздником. Желаем весеннего настроения, добра и здоровья. На этом все. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Спонсор прогноза погоды – студия дизайна мебели «Март». Студия дизайна мебели «Март». Мебель по индивидуальным заказам. Кухни, детские, шкафы-купе. Акция в феврале. Закажи кухню и получи мойку или вытяжку в подарок. Студия дизайна мебели «Март». Телефон 8-911-591-03-92. Профсоюзная 19-27. Вход в торца. Воскресенье 6 марта в Северодвинске ожидается. Ветер юго-восточный слабый до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня не изменится и к вечеру составит 766 миллиметров ртутного столба. Переменная облачность без осадков. Температура ночью минус 8, минус 6. Днем до 3 градусов ниже 0. Спонсор прогноза погоды – студия дизайна мебели «Март». Станьте соавтором мебели в вашем доме. Мебель по индивидуальным заказам. Студия дизайна мебели «Март». Профсоюзная 19-27. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok